Задание на эту передачу, он упустил одну маленькую деталь, газету. То есть, с выпуском за 31 декабря прошлого года. Ну, мы жили в России, живем в России, валенки, шубы, шапки были у всех. Поэтому он просто сказал людям летом прийти в валенках. В студию ломилось порядка, что-то около тысячи человек. Сдавили милицию, была огромная давка. Все это происходило в прямом эфире, все это видел Советский Союз. Через короткое время передачу закрыли табличкой «Извините, эфир прерван по техническим причинам». А поскольку это было начало нашего, раздражение нашего телевидения, то закрыть передачу никакой рекламы и никакой другой передачи нельзя было. Поэтому до конца телевизионного вечера она провисела в эфире. Фестивальная редакция, от которой эта передача создавалась, естественно, ее нафиг закрыли. Эту передачу тоже прикрыли и сказали, все, хватит, это хулиганье, надо выгнать телевидение. Молодые, озорные ребята. Но, тем не менее, через четыре года страсти улеглись. И 1961 года, 8 ноября, выходит первый выпуск программы «Клуб веселых и нахорщих». В прошлом году, как вы помните, праздновалось 50-летие этой передачи, потому что именно в 61-м году вышел первый выпуск. Опять же, при создании того же Сергея Муратова, создается передача, в которой будут прообноваться команды. Передачу изначально вел Альберт Аксель Рот. Покинул он ее в 1964 году. На смену ему пришел молодой студент МИИТа, всем вам известный, Александр Масляков. В начале передачу вел он не один, он вел ее вместе с диктором советского телевидения Степаной Жельцовой. Но впоследствии, как говорится, прижился и стал уже единственным полноправным ведущим. Передача развивалась стремительно, рейтинг у нее, ну как рейтинг в нашем понимании, очень сильно рос, то есть ее смотрело все советское пространство. Ребята, которые участвовали в этой передаче, студенты, становились популярными. Но единственное, за что не нравился КВН нашей советской власти, это то, что все чаще в передаче возникают идеологически неверные шутки. Ну то есть самые смешные шутки, над которыми смеялась советская действительность, это те шутки, которые подтрунивали над советской властью. Ну как-то слегка, в итоге, эта передача жестоко не нравилась Сергею Лапину, который в то время руководил центральным телевизием в СССР, да? Вот прям как вовремя. Она жутко не нравилась Сергею Лапину и КВНом заинтересовался как любое. В 71-м году, после долгих разбирательств, передача сутрывают. Слава Богу, не закрывают молодежную фестивальную реакцию, она продолжает существовать. И вот то, о чем я вам говорил, с 71-го года, по 86-й, жесткий контроль на советском телевидении не дает развиваться никакому развлекательному контенту в эфире нашего телевидения. И только в 86-м году КВН возрождается. То есть КВН в современном виде, который вы знаете, он, по сути, существует с 86-го года. То есть ему не больше скольки 20-ти с чем-то лёгать. 20-ти... 30-ти лёгать. Почему передача называлась КВН? В то время существовали первые телевизоры в СССР, назывались КВН-49. Ну то есть это просто была аббревиатура какая-то техническая, ну вот, а просто наши талантливые создатели расшифровали из-за клуб веселых анатопчиков. То есть люди смотрели в экран, видели внизу КВН, а на экране КВН. То есть это как на сегодняшний день Samsung, тогда был КВН-49. Такой линзовый телевизор, линза была большая, перевернутое изображение было с той стороны, а линза давала обратный эффект, и получалась такая маленькая кошка в мир. Так вот, дорогие друзья, мы начали говорить о КВН, КВН в 86-м году после возрождения буквально сразу, через два года приобрёл огромную популярность и превратился в целое движение. Почему вообще КВН возник в 86-м году? Как можно было в 71-м закрыть передачу и через такое количество лет, 15 лет, открыть вновь её в том же виде? Потому что после того, как КВН закрыли на телевидении, его не закрыли в массах. В него продолжали играть в школах, в институтах, он приобрёл огромную популярность. При всём при том, что цензура была настолько жестокая для КВН, что на сцену заключалось выходить людям с бородой. Потому что это была издевательность над Карлом Марксом. Но КВН возродился благодаря тому, что он был востребован в советском обществе. И сегодня это просто нереальное движение. Огромное. Это огромные массы людей, миллионы человек, играющие по всей стране. Существует, помимо того, что вы видите в экране телевизионная лига, высшая и премьер лига, существует куча центральных лиг. Люди от Владивостока до Калининграда играют в КВН, пытаются как-то попасть в телевизор или просто поиграть. В общем, через призму КВН всё творческое население России фактически прошло. Это уникальное и интересное движение прежде всего тем, что на сегодняшний момент на российском телевидении все развлекательные программы созданы бывшими КВН. Мы будем разбирать каждую программу в отдельности. Я вам буду точно говорить и говорить, из какой команды человек, в какой команде он играл. То есть от продюсеров телеканалов до создателей самых передач, до авторов этих передач. Давайте немножко расслабимся, отвлечёмся, посмотрим фрагмент из клуба «Весёлых на почву», чтобы наша лекция приобретала более веселый формат. «Весёлых на почву» «Весёлых на почву» «Весёлых на почву» Как поют, что вы делаете? Уй, али! Наши колодки, конечно же, все хороши Только кончина не полная, но я живу Но когда мы все вместе поедем Знаю, что мы в этом месте живем Здорово, Багет! Девушки, блюз-бейд! Ну что, дорогие друзья, мы начинаем И у нас первый гость Это единственный в мире африканский исполнитель русского рока. Встречаем! Здравствуйте! Я исполнитель русского рока. Скажите, а почему рока? Почему не рэпа? Ага! Пахнулась треопипом! Что-то я не вижу у вас в руках Балалайки и Медведи на цепи. Не, ну хорошо, а почему тогда вы именно поёте русский рок? Я не знаю. Это что-то внутри меня. Оно делает меня сильнее. За 100 лет говорить только правду и ничего не бояться. Это водка? Да. Ну хорошо, поете. Что такое восемь, я не знаю. Знаю только, что такое лето. А такое лето, извините, как вот это. Зимой называется зимою. Так понятно. Скажите, у вас есть что-нибудь ещё? Конечно, есть. Матрия, мы сняли, последнее дело, как того же ничего есть. Я не понимаю, вы что, вечно голодный, что ли?